Президент думает о медицине. А как я должен думать о медицине? Ну а как можно думать о том, чего у нас нет? Великолепно! Привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить о той ситуации, которая сложилась в Украине в связи с пандемией. Вы уже в курсе, что в Украине резко ухудшилась статистика, связанная с COVID-19? Напомню, что в последнее время было поставлено сразу несколько рекордов по суточному приросту больных. Министр здравоохранения Степанов заявил, что по сравнению с показателями на конец мая, заболеваемость выросла в 2-3 раза. И также он сказал, что если не взять ситуацию под контроль, то больницы окажутся переполненными, и уже через пару недель можно ожидать третью волну COVID-19. Но и наш президент Зеленский сразу экстренно собирается электронное совещание, на которое приглашает представителей Кабмина, губернаторов и представителей правоохранительных органов. Они долго рассуждали, так как кто же виноват во всей этой беде, а потом разродились. Так виноват оказывается бизнес. И поэтому его опять пора дрючить. Но не просто дрючить, а дрючить основательно. То есть надо опять усилить проверку общественного транспорта. Опять взяться за контроль торговых точек, кафешек, ресторанов и так далее. Одним словом, кто там после первой волны еле-еле стал становиться на ноги? Не радуйтесь, ненадолго. Вас сейчас опять принудительно будут ставить на колени. И делать это будут также с помощью всех тех же проверок. Но никто из этих дармоедов-проверяющих даже не хочет задумываться над тем, что они свою зарплату получают из тех налогов, которые отчисляет этот малый и средний бизнес. Проверяющих это абсолютно не волнует. Им главное отчитаться о проделанной работе. И показать, сколько ни штрафа выписали предпринимателям. А теперь давайте посмотрим, в какой ситуации оказался бизнес. Вот допустим, возьмем небольшой продуктовый магазин. Продавец стоит в медицинской маске, перчатках, все как положено. И тут заходят в магазин покупателей из числа молодежи. И они, как правило, маски с собой не носят. А тут им вдруг выпить пиво захотелось или пачку сигарет купить. Продавец, естественно, отказывается продавать товар, пока покупатель не оденет маску. А покупателю пофиг на замечание продавца. Ему сейчас пиво захотелось и все. Мало того, покупатель начинает не только оскорблять продавца, он начинает угрожать, разнести магазин. Что делать продавцу в данной ситуации? Полицию вызывать? Ведь так ведет себя каждый пятый покупатель. Естественно, здоровье ей дороже, и она, чтобы избежать криков и оскорблений в свой адрес, отпускает товар покупателю. А тут раз, и проверочка тут как тут. А зачем вы отпустили товар покупателя без маски? И все. Получите протокольчик штрафом в 17 тысяч гривен. А предприятию в два раза больше. И зачастую эти проверяющие своих же скандальных покупателей и привозят с собой, чтобы подослать в магазин. Именно такой случай произошел с моим знакомым предпринимателем. Но это уже отдельная история. Так что, уважаемые представители бизнеса, в связи с новым витком пандемии, ждите опять проверяющих у себя на объектах. И тут, кстати, интересное заявление сделал глава союза предпринимателей Сергей Доротыч. Он сказал, что готовятся новые ограничения, но пока это секретная информация. Одним словом, там зарождаются такие идеи, которые могут полностью добить малый и средний бизнес. Что, естественно, очень негативно скажется на экономике страны. Только мы уже привыкли к тому, что как раз об экономике у нас никто и не думает. И в связи с этим, премьер-министр Шмыгаль, сука, кто придумал эту фамилию? Так вот, он обязал мэров городов конкретно дрючить местный бизнес. Оказывается, это именно предприниматели во всем виноваты. Одним словом, сейчас идет общая установка на ужесточение карантина. В частности, снова рассматривается вопрос о закрытии всех рынков. А также хотят повысить штрафы для бизнеса по обслуживанию клиентов без защитных масок. То есть, 17 тысяч гривен штрафа им уже мало. Они хотят эту цифру увеличить. Представляете, до чего доходит этот маразм? Мелкий предприниматель арендует небольшую торговую площадь. К нему проходит проверка и выписывают ему штраф. И все. Все, что он заработал, отдал за аренду, заплатил за электроэнергию, зарплату продавцу, заплатил штраф и все. На этом его маленькому бизнесу пришел большой конец. Такое впечатление, что нынешнюю власть абсолютно не волнует, что новые ограничения попросту добьют малый бизнес, который и так не может прийти в себя после карантина. Конечно, всех очень удивляет, а почему власти именно сейчас заговорили об ужесточении карантина. Нам представители власти рассказывают о плохой статистике. Было поставлено несколько рекордов по суточному приросту больных. По-моему, рекорд был 917 человек. Но почему-то никто не хочет связывать этот рост с тем, что просто-напросто начали увеличивать количество тестирующих. Вот поэтому и цифры заболевших подлезли вверх. Именно об этом рассказал бывший санитарный врач Украины Святослав Протас. Он отметил, что средний процент выявляемости больных во время тестирования у нас не меняется и составляет примерно 6%. А это значит, что люди не стали больше болеть. Просто сейчас за счет более массовых тестов растет выявление заболевших. Ослабление карантина, если и дало какой-то прирост заражений, то он явно не критичен. По его словам, у большинства людей болезнь протекает в легкой форме. И многие люди вообще к врачу не обращаются. Таким образом, официальная статистика их вообще не видит. А если бы их протестировали, то понятно, что статистика была бы совсем другая. По словам Протаса, для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы переболело до 30% населения Украины. Очевидно, что до этой планки нам еще далеко. Но и ужесточение карантина вряд ли поможет, говорит Протас. Если сейчас в разгар лета снова посадить всех на жесткий карантин, мы можем получить всплеск заболеваемости к осени. Причем летом болезнь протекает в более легкой форме. А вот с сентября добавятся еще и сезонные вирусные заболевания, в том числе и грипп. То есть мы можем получить тяжелую массовую вспышку COVID-19, говорит Протас. Таким образом, по его словам, летом ужесточать карантин вряд ли стоит. Кроме того, по его словам, нужно проводить массовые тестирования работников транспорта, общепита, воспитателя детсадов и при выявлении больных проводить расследования, изоляцию заболевших и так далее. Параллельно стоило бы увеличить тестирование населения на антитела, что позволило бы понять, сколько людей реально уже переболело. Но вводить сейчас новые ограничения для всех – это полная глупость, говорит бывший санитарный врач Украины. Но что самое интересное? Сначала все бегали, ойкали и айкали по поводу COVID-19. А потом взяли и деньги, выделенные в фонд борьбы с этой болезнью, перекинули на строительство дорог. Типа дороги важнее. А теперь денег нет. Так надо предпринимателей ободрать. Они не обеднеют. Но вернемся к вводимым ограничениям. В учительской среде не просто обсуждают возможность дистанционного обучения школьников, а уже готовятся к такому формату работы. Как рассказали учителя из Киевской области, их уже предупредили, что скорее всего на удаленке придется работать с 1 сентября. Ну а раз школы, то и вузы тоже перейдут на такой метод обучения. И сейчас уже многие говорят о том, что из всех школ Украины к дистанционному обучению детей готовы только единицы. Ну и не нужно забывать, что новый виток карантина, который усиленно раскручивается властями, может иметь также и политический оттенок. И в первую очередь это касается предстоящих местных выборов. Ведь ни для кого не секрет, что рейтинг партии «Слуга народа» катится вниз. Что в реальности они могут получить поддержку избирателей на уровне 15%. Вот поэтому вполне возможно сейчас они поставили перед собой цель нагнетать ситуацию с ростом пандемии. Ведь таким способом можно постараться выиграть выборы. То есть запугать людей, снизить явку и так далее. В этом случае пойдет соревнование сеток. А у власти с ее админресурсом она априори сильнее. И вполне возможно, что у Зеленского решили пойти по пути того же Порошенко, который в свое время тоже вводил в военное положение с прицелом на перенос президентских выборов. И самое интересное, что таким способом нынешняя власть хочет перенести местные выборы. Об этом все чаще и чаще начали говорить многие политические эксперты. Ну и не нужно забывать, что при ужесточении карантина, в случае чего, ни о каких митингах протеста уже не может быть и речи. Так что, если захотите повозмущаться, ребята, то только дома возле компьютера. А на этом у меня сегодня пока все. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч.